Ну что? О, нам заказали стримершу Карину. Видео называется «Не очень великая Россия». Карина? Так, где это она гуляет? Судя по природе, это Италия или Швейцария? Ну что, соскучились? Знаете, я очень давно хотела снять это видео. Сегодня мы будем говорить о России. Про Россию в прошлом и про Россию прямо сейчас. Заранее отвечу на два самых задаваемых вопроса. Как можно говорить про Россию, не находясь в ней? В 2019 году беспристрастное мнение про Россию можно озвучивать, находясь исключительно за ее пределами. Красиво, прям как у нас в Малайзии. Тебе 21, зачем ты про это говоришь и куда ты лезешь? Когда вам было 21, вы молчали и никуда не лезли. Поэтому сейчас, в 2019, мы имеем то, что имеем. Начнем с самого начала. Меня, как и почти всех вас, учили в самой обычной общеобразовательной школе. И, как водится, в нашей замечательной образовательной системе, меня пичкали синусами, косинусами, квадратами... Как будто молоко стекает, а не вода. ...уравнениями, нафталиновыми книгами, в общем, чем угодно, кроме реальных знаний об окружающем мире. Вместо них предоставляли весьма простые истины, которые мне следовало запомнить. Ландшафт на наш похож, только флора другая. То есть у них больше растений, которые именно в северных широтах произрастают. Ну и плюс тут бы сейчас еще обезьяны бегали, эти макаки, если бы это была Малайзия. Да, вовремя уехать, это очень важно. Уже в далеком 2012 году наш сонцеликий Эль Президенте выдал знаменитую фразу про духовные скрепы и собрался возвращать былое величие России. При этом совершенно непонятно, какую именно из эпох величия России Владимир Владимирович собрался возвращать. Этот вопрос нужно рассматривать очень подробно, так как это особенно интересно. В самом лучшем случае Путин собрался вернуть эпоху создания российской государственности в 862 году скандинавскими варягами. Это действительно было бы неплохо, пригласить норвежских специалистов и сделать в России все как у них. Я думаю, учитывая норвежский уровень жизни, никто бы ничего против... Да, населить Россию норвежцами как бы... ...не имел. Но возможно, Владимир Владимирович имел в виду эпоху легендарного Александра Невского, выкалывшего глаза и отрезавшего уши новгородцам, отказавшимся платить дань орде, который позже за подобные подвиги был причислен к лику святых. Кстати, знаменитое ледовое побоище, о котором так воодушевленно рассказывают в школе, в реальности имело гораздо более скромные масштабы и еще меньшее значение. Вместо заявленных десятков тысяч человек со стороны Ливонского ордена, в нем участвовало тело 30-40 рыцарей, плюс их прислуга и небольшая кучка наемных войск. В моем детстве на районной разборке у меня под окном приходило куда больше людей, но подобные события от чего-то в школе не изучаются. Вероятно, сказывается отсутствие битых иностранцев. Далее, из несомненно достойных событий, вспоминается эпоха Ивана Грозного, его опричина, бегство из Москвы и позорные войны с Польшей, в результате которых страна была практически полностью разорена. Вероятно, стоит вернуть времена Екатерины Великой, вообще мало имевшей отношения к России, так как она была немкой, Софией Ангельц-Цербской, убившей своего мужа императора, и при которой официальное рабство Российской империи достигло всех исторических максимумов, а также ставшей символом разврата и похабщины, которым... Ну, она была сверхчеловеком, поэтому... Не, ну по поводу разврата и похабщины, это черный пиар, это очевидно. То есть, в общем-то, понятно, что соседи, они, ну, если особенно ты с ними воюешь, они не настроены что-то хорошее говорить про твою страну и ее правителей. То есть, всегда есть пропаганда вражеская, так что... А была она русская или нет, какая разница, что из-за расизма, как бы, начинаем подсчитывать там все всякие капли крови, крови, геном, типа... Нет, какая разница, абсолютно. ...отечественной войной, когда российский император Александр I, благословенный, за деньги Англии угробил сотни тысяч человек, пытаясь воевать с Наполеоном. Проиграл абсолютно все сражения. Трусливо сбежал в Петербург и отдал приказ Растопчину сжечь Москву вместе с 30 тысячами раненых и больных русских солдат, оставленных без помощи и пищем. Цивилизованные французы, достававшие русских из огня, были в ужасе. Они даже не могли... Ну, по поводу Наполеона я скорее соглашусь. Я считаю, война с Наполеоном это ошибка. Надо было дружить с Наполеоном. ...не представить себе ничего подобного. Не было никакой возможности потушить горящие библиотеки и университеты. Наполеон писал жене, что эти мерзавцы были даже настолько предусмотрительны, что увезли или испортили пожарные насосы. Позже эти события попадут в учебники истории, как свидетельство твердости российского императора, показавшего себя в эту эпоху во всем своем блеске и великолепии. Также в списках российского величия... Да, он еще потом имитирует свою смерть, а сам станет этим православным святым. ...значится официальное рабство, многовековая традиция крепостного права, когда крестьян продавали дешевле, чем лошадей, и размещали соответствующие объявления в газетах. С отменой крепостного права в 1861 году сами крепостные крестьяне никуда не делись, а стали временно обязанными. Получили паспорта и относительную свободу передвижения только в 1974 году, спустя пять лет после высадки первого человека на Луну. Несомненно, прекрасен период истории Российской империи 1891 года, когда из-за неурожая ситуация в стране... Ну да, но я напоминаю, что после 17-го уже никакой империи не было. А гражданскими правами крестьян так и не наделили. ...стало катастрофической, и люди начали вымирать от голода целыми деревнями. Когда в цензура властей стала вычеркивать из газет слова «голод» и «голодное». Когда наивные американцы на добровольных началах собрали для России по крупицам десятки тысяч тонн муки и зерна, не зная о том, что русские экспортные зерновые склады для продажи в Европу забиты им до отказа. Самый голодный, 1892 год, в разгар голода и эпидемии, Российская империя продала в Европу почти 7 миллионов тонн зерна. А две картины Айвазовского, корабль помощи и раздача продовольствия, были категорически запрещены императором к публичному показу в России. Ну это, кстати, было в ролике Шевцова, по-моему, про это. ...как они служили напоминанием его никчемности и несостоятельности. Особые нотки величия имеются в сталинском периоде, когда усатые гниды кобы планомерно истреблялись все слои общества. Чё-то как-то гражданскую войну и приход красных как-то перепрыгнули слишком резко. Были заморены голодом 4 миллиона крестьян. В эту эпоху человек переставал быть не только человеком, но и целью террора. Остановился инструментом, сам по себе никого не интересующим. Был убит, замучен, искалечен, доведен до самоубийства весь свет того времени, отбросив Россию назад в развитии на десятилетия. Ученые, поэты, писатели, режиссеры, которые в силу своего интеллекта хотя бы примерно понимали, что на самом деле происходит вокруг, и этим угрожали режимы. Так, а можно без сцен убийства людей как бы в кадре обойтись, пожалуйста? Расстрелян Мейрхольд, замучен Лихачёв. Великий биолог Вавилов, знавший как накормить всю страну, умирает от голода в тюрьме. Мандельштамм умирает в исправительном лагере. Цветаева вешается. Даниил Хармс умирает от голода. Ну, по поводу Цветаевой, по-моему, Борис Юлин сказал, что типа всех этих поэтов как бы надо было просто убить. Куда-то бегали к какому-то посольству. В Крестах гениальный конструктор Королёв, выведший эту страну в космос, рассчитывает свою первую радиоуправляемую ракету на стене лагерного барака. Королёв всю жизнь скрывает перелом обоих челюстей, полученных во время допроса в сталинских лагерях, и умирает от этого на операционном столе из-за невозможности правильно вести в рот трубку и дать наркоз. И, судя по последним событиям, именно эту эпоху Владимир Владимирович собрался возвращать. Напоследок можно напомнить величие поздних советских... Не, ну кто сказал, что Путин, он сталинист какой-то, и он там собрался что-то возвращать. Ну, то есть это уже идеологически отгажированное утверждение. ...в каких времён. Где основной мечтой населения была финская сантехника... Вот, то есть, ну, можно многое Путину инкриминировать, но, по-моему, он не настолько всё-таки, да, поехал кукухой, чтобы пытаться, там, какой-нибудь Сталинский Советский Союз возродить. То есть, нет. Тут, мне кажется, авторы ролика, они... Ну, точнее, тот молодой человек, который написал этот текст Карине, он всё-таки сгущает краски сознательно. ...и болгарская мебель. А туалетную бумагу завезли из Англии в... Ооо... ...в 69-м году. Женщины сверхдержавы в... Патронтаж, короче. ...30 выглядели на 60-м. Из-за отсутствия элементарных средств гигиены. Например, вместо прокладок использовались бинты, вата и кусок плеёнки. А чистить зубы предлагалось абразивным зубным порошком, стиравшим их полностью к 35 годам. Ну, да ладно. Зато было много танков. А может, было величие России и есть в непобедимой никем армии, которую боялись и уважали по всему миру и во все времена. Этот зубной порошок, кстати, был очень мерзкий на вкус. К сожалению, это тоже не так. Проиграли практически все войны. Проиграли битву под Оршей, Ливонскую войну, Шведскую интервенцию, Смоленскую войну. Две войны проиграли туркам в 1710 и 1736 году. Проиграли Семилетнюю войну. Третью коалицию 1805 года проиграли. Четвёртую коалицию 1807 года проиграли. В 1812 году проиграли все боевые сражения. Березинскую операцию проиграли. Малоярославец проиграли. Смоленск проиграли. Бородино проиграли. Проиграли с позором Крымскую войну. Проиграли войну крохотной Японии. Первую мировую войну проиграли. Советско-польскую войну проиграли. Ещё много чего можно сказать. Ну, Первую мировую войну проиграли проигравшей стране. Тут как бы гений, гений Ленина и Троцкого дало себе знать. Потому что, ну, проиграть войну, это, извините, с кем не бывает. Да, какая-нибудь, любая страна, наверное, в своей истории хотя бы какую-нибудь одну войну проиграла. Но вот так, чтобы проиграть войну проигравшей стране, вот это надо быть, да, это надо быть вождем мирового пролетариата и гением из гениев. Но за это уголовное дело сейчас в 2019 году заводят. Нельзя про это говорить. Ну и какой в итоге период величия России? Не, ну тебе можно, ты в Италии. У тебя, наверное, вид на жительство есть, или уже даже гражданство Евросоюза. У нас тут собрались возрождать. Я это все к чему говорю? Некоторые особо умные уже догадались, но для всех остальных сейчас объясню на пальцах. Расслабьтесь и представьте. Вы стоите на обочине широкой и очень большой дороги. По ней аккуратно ездят машинки. Некоторые побольше, некоторые поменьше. Сзади вас лес. Ну, по поводу того, что она только проигрыши перечисляет, понятно, что это тенденциозное видео, у которого вполне определенная цель, так что тут все понятно, более-менее. Понятно, что у нее нет цели перечислять какие-то грандиозные победы, или там показать, как вообще Россия, в принципе, расширялась на карте, и как она превратилась в самое большое государство мира. Вот, так что это просто, ну, понятно, это пропаганда определенная. По которому выходили последнюю тысячу лет. Лес очень густой и плотный, кусты, колючки. Поэтому все ваше тело в старых шрамах и свежих царапинах. На вас старый ватник и валенки. Вы – Россия. А дорога, к которой вы только что вышли – цивилизация. Вы смотрите на дорогу с машинками, и увиденное с трудом укладывается в голове. Оказывается, вместо того, чтобы каждый день продираться между деревьев и кустов, остальные люди ездят по дороге с удобством и комфортом. Это непривычно, но чем больше вы смотрите, тем больше вам это нравится. Рядом с... Да, именно поэтому наштамповали так много танков БТ, как... Потому что в Европе в основном дороги. ...стоит маленькая машинка, в которую можно сесть и поехать со всеми остальными. Из леса сзади вас выходит человек. В итальянских кроссовках Лора Пьяно и американской куртке Альфа Индастрис. И начинает увлеченно рассказывать вам, что в машинку садиться не нужно. Можно попасть в аварию и разбиться. И, скорее всего, вас там специально подрежут, так как вас там не очень любят. А машинка такая маленькая и убогая, что над вами все будут смеяться. Он говорит, что у вас есть свой, особый путь. Опять придется идти пешком, продираясь через кусты. В жопу будут кусать комары. Но зато путь наш, персональный и великий. Чтобы те, кто ездит рядом на машинах, вас иногда видели, останавливались и удивляли. Ну, по поводу того, что типа вот есть как бы все передовое человечество, которое развивается в каком-то едином фарватере, а есть вот Россия, которая идет, значит, своим особым отдельным путем. Это на самом деле чепуха, которую вот могут скармливать только людям, которые, в общем-то, где-либо помимо самой России никогда не жили. Почему? Потому что на самом деле везде в мире, в каждой из стран, есть представление о том, что вот у нас как бы свой собственный отдельный путь, мы там весь мир спасаем, весь остальной мир, он там зачах в бездуховности, а вот мы самые крутые, самые прекрасные, у нас там самая удивительная история, мы всегда всех побеждали и вообще мы хозяева мира. То есть даже у европейских стран, даже и страны, которые входят в европейское содружество, да, в каждой из этих стран есть, в общем-то, такие настроения в обществе, есть политики, которые такие взгляды исповедуют и открыто распространяют, и есть и соответствующая литература, и идеологи там, да, и философы, кто угодно. Так что попытка представить ситуацию таким образом, что только вот это все только в России есть, да, вот эта апелляция к самобытности, к тому, что у нас вот свой особый путь, и больше этого нигде нету, это просто, ну, не соответствует действительности. Потому что точно такой же мессианский комплекс, он есть и в Соединенных Штатах Америки, у населения и у целой, значит, и у части политиков. То же самое и в Италии, и во Франции, и в Германии, и в, ну, более того, Германию, да, мы помним, каким катастрофам вообще немецкую нацию это приводило постоянно в 20 веке. И в Англии то же самое, и в Индии, и в Китае, и в Японии, и в Корее, где угодно, да, причем и в Северной, и в Южной, и там, и так далее. То есть буквально нет ни одной страны, где такие настроения, они не были бы распространены. То есть даже в Малайзии люди в полной уверенности находятся, что весь мир делится на две части. С одной стороны, значит, это погрязший в грехе, разврате и нищете мир, а с другой стороны, это вот великая, прекрасная Малайская Федерация, которая вот пламенеющим путем идет от победы к победе, потому что ее ведут там самые лучшие в мире премьер-министры, самые лучшие в мире султаны, и духовность вся, и все богатства, они все только здесь, и вообще человек тут возник, значит, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это буквально в любой стране есть, там, да, в Турции то же самое абсолютно, там во времена Татюрка у них распространялись учебники истории, где было написано, что там от турков произошли все народы земного шара, и Турция там была великой империей, которая все завоевала на свете, но только потом эта империя развалилась, и в Османскую империю входил вообще весь мир, там весь глобус, и только потом, значит, западные историки переписали все, и все исказили, и пытаются скрыть правду, и так далее, и так далее, и так далее. Так что Россия здесь совершенно не уникальна, абсолютно. Вот эти вот настроения про то, что мы тут всех сейчас завоюем в ядерный пепел, и вообще мы святая Русь, значит, спасаем мир, эти настроения, они есть вообще в любой стране, даже в маленьких периферийных странах, все это присутствует в большом количестве. Я уже молчу про большие страны и про нации, где действительно есть людям, чем гордиться, да, потому что у них есть и богатая история с одной стороны, и с другой стороны какое-то могущество, проявленное вот в настоящее время, да. Вот, то есть всякие, значит, Китай, там какой-нибудь Франция, Англия, Германия, Италия, у них в Испании, да, там во множестве абсолютно это все представлено, в большом количестве, просто люди не в курсе, потому что, ну, они никогда... У большей части граждан России нет загранпаспортов, да, поэтому они никогда нигде не были, а если где-то кто-то был, то там в лучшем случае куда-нибудь в Анталию, там люди ездят, просто на пляже полежать, поэтому они, в принципе, не представляют, чем живет весь остальной мир окружающий, они понятия не имеют об этом. Поэтому, в общем-то, такие вещи распространяются. Да, спасибо, спасибо, посмотрим обязательно, пишут Ежи, «Но ведь мы в говне живем до сих пор». Ну, я не знаю, кто вы, но, опять-таки, даже в странах, которые живут в полном говне, в дичайшем, эти настроения, шапкозакидательские, мессианские, они в большом количестве распространены. То есть, румыны при Чаушеску, они были в полной уверенности, что Румыния – это самая великая страна, самая прекрасная, там, значит, которая вообще все народы мира от румын произошли. И румыны – это последние наследники Римской империи, и так далее, и так далее. В Северной Корее то же самое, такие же настроения, что Северная Корея – это центр мира, центр вселенной. И вообще там человек в Северной Корее возник, там, слез с дерева и начал ходить на двух ногах. И самая прекрасная страна, самая великая. И во всяких африканских странах то же самое. Вот я сегодня уже упоминал, и Диамина, который себя называл королем Шотландии, там, повелителем всех животных, рыб, там, птиц и так далее, и так далее. И, значит, считал, что нужно перенести вот эти все штаб-квартиру ООН в Уганду, потому что Уганда – это, там, сердце земного шара и прочее, прочее, прочее. В Средней Азии тоже вот эти местные националисты, которые, там, доказывают, что, там, Иисус Христос был казахом, там, и так далее. Это абсолютно, это буквально в любой стране эта херня есть. То есть если вы думаете, что Россия как-то вот уникальна в этом отношении, вы очень сильно ошибаетесь. Я про США какой-нибудь молчу вообще. Вот там действительно нормальный такой мессианский комплекс, но они имеют на это основание, да, потому что они действительно рулят в современном мире. Но там тоже совершенно до истерии, просто до каких-то фантасмагорических проявлений это доходит. Опять-таки это все, опять-таки, ну, почему человек, который написал Карине этот текст, он находится в уверенности, что... КОНЕЦ